Закончив какую среднюю школу я смогу поступить в университет? А закончив какую школу я наоборот не смогу поступить в университет? Действует два простых правила. Первое. После окончания школы с получением свидетельства о профессиональной подготовке невозможно поступить в университет. Второе. После окончания школы с получением аттестата зрелости, аттестата об общем среднем образовании можно поступить в университет. Что входит в процесс приема на 4-летние программы средних школ? Первое – заполнение и отправка заявления. Второе – сдача единого вступительного экзамена. Третье – в некоторых школах также необходимо сдать школьный вступительный экзамен или творческий экзамен. В какое количество средних школ я могу подать заявление? В 2024 году можно подать три заявления. При заполнении необходимо расставлять приоритеты школ. То есть на первое место поставить школу, в которую вы хотите больше всего поступить. На второе место – школу, в которую вы хотите меньше. И на третье место – школу, в которую вы хотели поступить, если вас не примут в первые две школы. На всех трех заявлениях вы должны указать школы в одном и том же порядке. Как я могу подать заявление на 4-летнюю программу средней школы? С 2024 года подать заявление можно тремя способами. Первое – электронно, через идентификацию гражданина, так называемая банковная идентина. Второе – заполнить электронную форму и отправить ее в школу. Третье – заполнить бумажную форму и отправить ее в школу. Если вы решите выбрать второй или третий вариант и захотите отправить заявление по почте, всегда отправляйте письмо с уведомлением о вручении получателя и сохраните подтверждение вашей отправки. Что такое единый вступительный экзамен, а что такое школьный вступительный экзамен? Единый вступительный экзамен – это государством установленный экзамен по математике и чешскому языку, который является обязательным и одинаковым для всех абитуриентов. Школьный же экзамен – это экзамен, который может потребовать школа, в которой вы подаете документы, и может включать в себя вопросы по выбранному вами направлению обучения. Этот экзамен школа может, но не обязана устанавливать как условия процедуры приема. У меня виза временной защиты. Есть ли у меня возможность облегчения единого вступительного экзамена? Да, у вас есть право на замену письменного экзамена по чешскому языку на устный экзамен плюс перевод теста по математике на украинский язык. Изменения задания экзамена вы не получаете автоматически. Если вы захотите воспользоваться этой возможностью, вы должны добавить запрос на это к вашей заявке. У меня нет визы временной защиты, но я не совсем хорошо владею чешским языком. Есть ли у меня возможность облегчения единого вступительного экзамена? Да, вам могут увеличить время на работу с заданиями экзамена, а также вы можете получить словарь. Эти меры поддержки предоставляются на основании рекомендаций педагогопсихологической консультации. Спросите в вашей школе, в какой консультационный центр вам следует обратиться по этому вопросу. Что произойдет, если после первого тура я не поступлю в школу? В таком случае ничего не потеряно. Школы, у которых остаются свободные места, объявляют второй тур приема, на который вы снова можете подать три заявления. Внимание! Для того, чтобы вы могли подать заявки в программах второго тура, вы должны пройти единый вступительный экзамен уже в первом туре. Что произойдет, если в первом туре приема я не сдам единый вступительный экзамен. В этом случае вам будет разрешено подать заявление только на третий тур приема, который школа объявляет по программах, на которых после первого и второго тура все еще остались свободные места. Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь на центр для иностранцев Юго-Марадского края. Мы будем рады вам оказать бесплатную помощь и консультации. Субтитры сделал DimaTorzok